Приветствую, друзья, на связи GrimOptimist. Я сегодня на основном канале выпустил видос, где высказал свое мнение о ситуации с блокировкой канала Алканавтера. Если вы это видео еще не смотрели, то обязательно это сделайте, потому что иначе просто не поймете, о чем дальше речь. Ссылочка будет под видео, в описании и также как аннотация в конце ролика. Я, в принципе, в том видосе высказал все, что хотел по данному вопросу, но, знаете, меня удивила реакция некоторых людей. В основном все сводилось к тому, что Кирилл Алканавтер плохой человек, он там хуесосил Изиду на стриме, обзывал его всяко, да, и оскорблял, унижал. Он, значит, камикадзе пидорасом назвал, он придерживается каких-то неправильных политических взглядов и, значит, по делам, как говорится, туда и дорога, и примерно все в таком духе. Вы, ребята, кое-что недопонимаете. Я, по-моему, ясно сказал, что я как бы не придерживаюсь тех же взглядов политических, что и Кирилл. Мне он вообще не очень приятен, как человек в последнее время. Я считаю, что оскорбление прямое и унижение других ютуберов у себя на площадке – это неправильное поведение. И это не играет, ребята, абсолютно никакой роли в данной ситуации. Есть закон, согласно которому любой автор на ютубе, даже если у него ноль подписчиков, имеет право взять чужое видео и использовать его у себя на канале как объект критики, показывая в том числе сам ролик и критикуя его, например, по ходу, да, ну, так называемый жанр реакции, да, или использовать там как нарезку какую-нибудь. Это абсолютно законно. Это, ребята, свобода слова, которое есть на ютубе. И если вдруг телеканал «Звезда» решил почему-то, что он делать так не может, и на основании этого воспользовался уязвимостью ютуба в плане копирайт-страйков и застрайковал его за нарушение авторских прав, хотя никакого нарушения не было, это абсолютно точно, то это, ребята, вот в целом эта ситуация, она паскудная достаточно и, с моей точки зрения, неправильная. Я говорю, что на ютубе есть такая вещь, как страйк именно, ну, из-за клеветы. То есть, если ты считаешь, что кто-то тебя оскорбил, оклеветал, да, наврал что-то про тебя, ты можешь именно подать жалобу, что этот человек тебя оклеветал. И, по идее, если это действительно так, если это будет доказано, то видео заблокируют. Но телеканал «Звезда» не стал этого делать, они просто сказали, что он использует наш контент, значит, все, по копирайт-страйк, типа, он не имеет права этого делать. Вот в чем ситуация. Вы поймите, что свобода слова, она всегда работает в обе стороны. Не важно, кто объект хороший, он плохой, да, правильно он что-то делает или нет, любой человек имеет право высказать свое мнение. Вот и все. Если это правило не будет соблюдаться, то в любом случае будет полная жопа, потому что мы все не ангелы, понимаете, у нас у каждого есть какие-то, я не знаю, ну, проблемы, наверное. Кому-то мы не нравимся с точки зрения другого человека, мы можем быть плохими. И теперь что получается, если человек делает что-то не так, он придерживается каких-то не таких взглядов, то можно просто брать, я не знаю, и любыми способами его гасить, что ли? Ребят, так дела не делаются, вы поймите. Если это правило не будет нарушаться, у нас вообще контента на ютубе не будет, в принципе. Обзоры на игры пропадут, потому что игры это чужой контент. Обзоры на кино пропадут, потому что обзор на кино это тоже получается чужой контент. Можно, не знаю, вон какая-нибудь компания выпустила фильм, да, выпустил Женька Боткомедиан обзор, им не понравилось, они его хуяк застройковали, и все согласно, в вашей точке зрения это правильно. Да, ну вы скажете, Женя Боткомедиан это как бы хороший блогер, да, как бы нормальный человек, ну и что? Понимаете, а с точки зрения кого-то Женя Боткомедиан это не очень хороший человек. И что теперь? Есть закон, и нужно ему следовать. Вот я к чему веду. Какая разница, хороший Кирилл или плохой? Говорю, мне что с ним, детей крестить что ли? Мне насрать, мне просто важен сам прецедент, что ситуация говно, вот и все. И я именно, даже я не на его стороне, я на стороне закона в данной ситуации. Так получилось, что по закону Кирилл прав. Есть оскорбление, подавайте в суд, кидайте жалобу по клевете и разбирайтесь, значит, вот и все. А так, блин, мне вообще просто умиляет, вот реально, что это за логика, что типа он хороший, значит ему можно все, этот плохой, значит его можно херачить вообще как угодно, там закон, незакон, насрать, ребята. Закон он либо есть, либо нету. Если его нету, это анархия по сути, да, то есть я не знаю, или как это назвать вообще, хер пойми что. Если он есть, то он есть. Как бы вот как-то так, я не знаю, что еще добавить. Спасибо за внимание, пишите свои мнения в комментариях, всем до скорого и всем пока.